В земной истории было создано немало апокрифов, глиняных пластин, свитков папируса, берестяных грамот, печатных листов о временах прошедших, пребывающих и будущих. Отражать моменты и факты сиюминутной жизни стало делом привычным и обыденным. Записки на память, дневники, мемуары стали частью человеческой жизни. Своеобразный отчет перед общностью, в конце концов и перед самим собой, позволял не останавливаться на достигнутом, стремиться и идти вперед, учитывая сделанные ошибки, добиваться все новых и новых и неожиданных результатов. Написав несколько книг и находясь в самой активной фазе жизни, общественный деятель, руководитель и вдохновитель многих начинаний Светлана Николаевна Тягачева решила поделиться со своими друзьями некоторыми тайнами и секретами своей непридуманной жизни. За каждым выдающимся мужчиной стоит потрясающая женщина. И вот в этом смысле не просто за Леонид Васильевичем, рядом с Леонидом Васильевичем всегда стояла Светлана Николаевна. Женщина уникальная, способная не просто говорить, хотя она замечательно говорит, но не просто ограничиваться словами, а делать дело. Основой семьи это, конечно, Светлана Николаевна, которую я знаю с раннего детства. С раннего детства. И это человек, который дарит свою любовь, дарит свое сердце, душу, открывает ее, советуется, делится своим жизненным опытом. Очень целостный, системный человек. Она интеллигентная, воспитанная, верующий человек. И я хочу сказать, что если бы вот таких людей как можно больше было бы у нас в стране, я думаю, нам бы, жилось бы намного бы духовней и богаче жилось бы в нашей стране. Почему? Потому что это преданный России человек. Она потрясающая жена. Она любящая мамы, бабушка. Она еще из тех сильных женщин, которые, наверное, хотят быть слабыми, я так думаю. А то у нас все время то избы горят, то кони скачут. Но, во всяком случае, вот ее чувствительность, ее отношение к людям, ее вот этот позитив, он очень подкупает. Я думаю, то, что каждый человек стремится к тому, чтобы после себя или во время своей жизни сделать то, что ты умеешь, то, что ты знаешь, то, что нужно. Но Светлана особый человек не потому, что она моя супруга, а потому, что по жизни она испытала все и прошла все лесенки своего, как говорится, развития, своего жизненного понимания, своей жизненной кредо. И у нее всегда есть цель. Она человек очень цельный. Я выходила, когда к людям, видела их черствость, бездушие, и первое время я от беспомощности плакала. Вот я говорила с людьми о том, что надо творить самим чудеса. Надо творить свое пространство. Надо правильно самим относиться к окружающему миру, к соседке, к матери, к ребенку. Для того, чтобы уже формировать будущее наших детей. Я где-то слышала такую фразу. Если ты стреляешь из пистолета в прошлое, то будущее стрельнет в тебя из пушки. Почти два десятилетия. Постоянная жительница городского поселения Деденева Светлана Тягачева с помощью тогдашнего губернатора Московской области Бориса Громова, с помощью мужа Леонида Васильевича, многих соратников, буквально из руин, строила не воздушные и песочные замки, а самые настоящие чертоги веры, добра, справедливости и знания. Благодаря внутренней силе, уверенности в собственных возможностях, организаторским способностям, в конце концов, невероятной выносливости, она смогла возродить Спасов-Блахернский монастырь, школу, создать библиотеку, оснастить больницу, благородить весь поселок, восстановить до нереза запущенную железнодорожную станцию туристов. Я помню свой поселок чистым, убранным, населенный добрыми людьми. И вот какой-то этот период с 90-х годов, ну, с каждым годом все хуже и хуже. Ее работа, она вроде бы, с одной стороны, незаметная, когда кругом были помойки, и сейчас это совершенно современный такой европейский поселок, где есть все. И тут я просто поняла, что если не я, то больше и некому. Посмотрела вокруг себя, больше такой дурочки не нашла. Думаю, ну что ж, надо идти работать. Бросила светскую красивую жизнь и пошла чистить помойки. Ну и поняла, что надо людей возвращать к своему образу жизни русского человека. В 2001 году Светлана Тягачева была избрана главой городского поселения Деденева Дмитровского района Московской области и оставалась на этом посту более 10 лет. Почти единогласно ее выбрали, потому что она ведь, этот поселок весь, заслуга Светланы Николаевны, какой он стал выглядеть из себя. Она стержень в нашем поселке, вокруг которого все созидается. Тоже много проблем, тоже у нас здесь не в шоколаде жизнь. Но у нас есть главное, у нас люди верят в свои силы и пытаются что-то сделать. Меня не пускали на эту должность, говорили, зачем тебе это нужно, ты пожалей себя, да ты знаешь, какой народ неблагодарный, да ты знаешь, какой народ плохой. А я не верила этому. Я знаю, что и я народ, и все мое окружение тоже народ. Ну, так пришла, верила. Было, видимо, все поставлено, весь опыт, который она приобрела, находясь в Австрии, в Швейцарии, все она старалась перенести сюда, в свой поселок. Все, кто сейчас приезжают в наш поселок, все отмечают необыкновенную ауру, какая-то обстановка такая благожелательная, доброжелательная. В общем, всем очень нравится. Я очень хотела людям помочь. Я хотела видеть красивыми, умными детей. Я хотела видеть жителей умными, находчивыми, креативными, чтобы они любили свою родину. Я начала с себя, конечно. Она подняла этот район, она подняла людей. Она вызвала к себе огромное, так сказать, желание, огромное желание работать вместе с ней и добиваться каких-то конкретных целей. Причем она это делает бескорыстно, открыто. Она это делает для людей, которые ее любят, уважают и отвечают ей взаимностью. Она умеет находить решения, она умеет мобилизовать тех людей, которые являются ее друзьями, близкими соратниками. Именно направить эти средства не для своего личного благосостояния, а непосредственно для развития поселка, где она находится. Я еще раз говорю, что для меня это большой помощник и верный мой друг. И верный друг, прежде всего, моей семьи. Самое главное, что ей удалось, это сплотить, организовать вокруг себя людей и помочь им раскрываться, каждому человеку раскрываться в том, в чем он силен. У нас, вы посмотрите, сколько стало талантов. Все запели, все стали писать стихи. Они, может быть, раньше и внутри себя это умели, но если нет возможности, где развернуться, а вот она дает эту возможность. Восстановили школу, она стала одной из лучших школ, Деденевская средняя школа, в которую мы со Светланой ходили по молодости и заканчивали там обучение. И когда великие миры сего приходили в школу, последний раз Константин Эрнст пришел в школу, прошел про школе. Она говорит, что для богатых семей? Светлана говорит, нет, она для деревенских простых людей. А вообще туалет-то у вас есть в школе? Зашел в туалет, а там цветы, красивые занавесочки. Он говорит, я тогда не понимаю, где я нахожусь, или в швейцарской школе, где хуже, чем у вас. То есть вот такая была обстановка, атмосфера, когда все созидалось. С приходом к власти Светланы Николаевны началось возрождение Деденевской школы в целом в Дмитровском районе. Она стала как бы пилотной школой для Дмитровского района. Вначале школа наша была отремонтирована, а потом уже стали по типу нашей школы ремонтироваться. Сейчас очень много тоже школ как бы есть в Дмитровском районе, которые тоже так же красивые и уютные. И как бы это самое, все у них как бы нормально. Светлана Николаевна очень много вложила сюда сил, своей энергии, здоровья. Привлекала всевозможных спонсоров, всевозможных своих друзей для того, чтобы школу отремонтировали. Началось вот как бы с первого компьютерного класса. Она отремонтировала нам полностью этот класс, начинила его новейшими компьютерами, где дети смогли заниматься и проводить свои учебные занятия. Каждое утро или каждый вечер я получаю специальные задания. Леня, сходи туда-то, если по возможности, сходи к губернатору, сходи к такому-то министру. Будет встреча, скажи Дмитрию Анатольевичу Медведеву, что у нас помойка еще существует, старинная, которая отравляет жизнь всему населению. Надо то делать, надо то делать. Это ее отношения. То есть она не просит, ты мне купи туфли, ты мне купи шляпу, ты мне купи то-то. А именно все разговоры идут о том, чтобы сделать, чтобы оставить тот след, который называется продолжением нашей жизни. Восстановленный храм, действительно, когда я утром здесь просыпаюсь и слышу звон колокола или вечером слышу, это такая благодать, это действительно удивительное, очень важное в жизни событие. Восстановленные школы, восстановленные больницы. Я уже сказал, что горка, которой я тоже привязался душой, без которой я себя просто зимней жизни представляю. С Деденева начнется возрождение России, потому что здесь все создано сердцем, душой. И Ленина эта школа, это его, конечно, призвание от Бога. И вот этот маленький городок или поселение, которое имеет теперь такую библиотеку феноменальную, и где монастырь восстановлен, где школа фантастическая, и спортивные залы, и общеобразовательные классы. То есть я всегда приезжаю сюда, чтобы набраться чувства гордости за свою страну. Здесь действительно мною много выплакано и выстрадано. Но несправедливость, она, конечно, всегда сопровождает добрые дела. И это тоже, и это тоже спасибо. Но за то, сколько доброго, сколько счастливого. Какая я счастливая, когда я вижу, какие дети талантливые. Вдруг вот они не были талантливыми, никто не знал, какие они, эти дети. И вдруг видят. Чудеса стали твориться. И когда я людям стала рассказывать, смотрите, разве это не чудо? Чудо. Вы это ожидали? Нет. Отремонтированная школа, поликлиника, библиотека. Сами мы стали ближе друг к другу, теплее друг к другу, стали проводить праздники, стали дни рождения отмечать, стали учиться говорить друг другу приятные вещи. И замечать не недостатки человека, а именно достоинства его. Мы все своими недостатками. Но когда мы у человека вытаскиваем достоинства, он становится выше, красивей, значимей. И тогда уже человек действительно скажет, а что, действительно я такой хороший, а раз мне говорят, я еще должен лучше стать. И вот таким планом я пользовалась. И то, что вы сегодня увидите, видели до этого, это, конечно, огромный труд. И это любовь моя к людям. В начале 70-х Светлана Тягачева заканчивает музыкально-педагогическое училище имени Октябрьской революции в Москве. Какое-то время занимается преподавательской деятельностью по классу фортепиано. С самого детства она активно развивает и свои вокальные данные. Мне хочется научить людей, и сама этому учусь, видеть чудеса. Когда мы их не видим, опять же, жизнь становится менее интересной. А когда мы видим эти чудеса, вот, например, сегодня вы были свидетелями, когда приехали в наш храм, литургию совершать, два моих очень любимых батюшки. Конечно, можно сказать, что ничего в этом особенного нет. А я в этом усматриваю чудо. И поэтому, когда в этом усматриваешь чудо, то ты и Бога благодаришь, и радуешься тому, что Господь тебе такое посылает, что, ну, кто я такая, я так думаю. Ну, да, мы все что-то тут на земле делаем. Но когда вот есть такие чудесные моменты, и люди приезжают, ведь у каждого человека есть свои проблемы, свое время вполне занятое. Но люди все бросают и приезжают тебя поздравить. Я это очень ценю и очень благодарю. Семейный ансамбль Тягачевых, в который постоянно вливаются все новые и новые участники, в самом расцвете сил. На всех семейных и поселковых праздниках никак не обойтись без звонких голосов двух дочек Елены и Александры, внучек Ксюши, Ани, Екатерины. Я их потихонечку затягивала. Дети, у меня скоро день рождения. Что-нибудь мне приготовьте, номер какой-нибудь. Ой, сначала сопротивление, не хочу, то заболеет, то еще что-нибудь. И причем все. Я знаю, а как развивать в них способности, если они этим занимаются. А так как я все-таки люблю это, я не могу поверить, что и дети мои к этому безразличны. Потом я смотрю, у одной потенциал, у другой потенциал, у внучек. Я даваю их так вот, такими, знаете, авантюрными способами. То у дедушки день рождения, то давайте там день свадьбы, то еще что-нибудь, то у бабушек, то у прабабушек. Ну и так вот мы делали то Тонины таланты, то Светины таланты, то Аленины таланты, то Алины таланты. Вот, пожалуйста, у одной из дочек юбилей, допустим, там какой-то определенный красивый возраст. Ну как, мама должна что-то ей исполнить. Так, девчонки, а вы что, не будете, что ли? Бабушка будет, а внучки не будут, а дочки не будут. Вам не стыдно? Давайте-ка придумывать что-нибудь. И, конечно, без мягкого лиричного сопрано самой Светланы Николаевны не может быть ни одного праздника. Мы звездная память друг друга, Мы память, мы память. На всех праздниках, где мы бываем, ее просят обязательно спеть. То есть у нее репертуар такой народный, лирический, душевный, где можно плакать, где можно уходить в себя. И, наверное, вот ее такая вот внутренность, что заставляет даже задуматься и поплакать. Но голос у нее особый, приятный. Ты в краю далеком, вспоминай меня, Я люблю тебя, Жду тебя, Жду тебя, Я люблю тебя. Музыка в моей душе. Мне хочется вот каждый период моей жизни или праздники какие-то, песни ко мне приходят все время разные. Если ситуация какая-то в жизни тяжелая, и приходят такие, ну, не тяжелые песни, но с глубоким смыслом. Если мне хочется радость какую-то передать легкую, то и песни приходят легкие. Такие, знаете, Я по тебе скучаю. Вроде там ничего, но скучаю и все, да? Ну вот. Или песня Я в прошлое закрою дверь. Это уже более такая песня, о которой надо подумать. И музыка, она, ну, как вам сказать, Ну, вот ты ее слушаешь, музыку, и все внутри начинает так же оживать, и как бы даже организм работать созвучно той мелодии, которую ты слышишь. О том, что было, не забыть, и все вокруг напоминает о тебе. И я живу воспоминаниями, Ничто так нашу душу не бередит, как музыка. Вот можно слушать что угодно, смотреть фильмы, но это если нет музыки, вибраций тех, которые тебя трогают. Душа не играет. А песня о матери, ведь как она душу тронет, а если еще и слова совпадают с мелодией, А если еще и мы картину смотрим под какое-то сопровождение музыкальное, а если еще и солнце светит, да еще на речке где-то все происходит, а если вокруг еще и лес, вот, вот надо это видеть. Иногда о любви забываю, Но про все забываю, любя, Без тебя не живу, не бываю, Даже если живу без тебя, Гляжу с тебя, как в зеркало, До головокружения, И вижу в нем любовь мою, И думаю о ней Все внучки, как и она, и поют, и танцуют, и хорошо учатся, и у нас средняя внучка стала солистской ансамбля Локтева. Как теперь не веселиться, не грустить от разных бед, В нашем доме поселился замечательный сосед, Мы с соседями не знали И не верили себе, Что у нас сосед играет, как ларнете и трубе. Папа, папара-папа, 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 рура-рура-ру, папа, папара-папа, 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 искренне, доверительное общение с детеневцами у Светланы Николаевны происходит каждый день. Добрый вечер, мои любимые односельчане. А вы знаете, я сразу смотрю, кто на меня смотрит и улыбается, а кто не улыбается. Ну все, улыбайтесь, пожалуйста, мне. Вот уже другое дело. У нее потрясающее видение и какой-то дар Божий, когда она чувствует человека, когда она знает, что будет завтра, что будет послезавтра. Вот есть у нее такое, что нет, скажем, у многих других людей. Светлана Абрамова родилась в городе Яхрама Дмитровского района Московской области 25 мая 1948 года. Мама Александра Семеновна прошла всю войну, была кавалером многих орденов СССР и всегда всю свою жизнь трудилась, не погладая рук. Меня и мама воспитывала так вот, заставляла меня и полымать, и трудиться, и все время. Я помню, как мы, девчонки, мыли подъезды, сами ухаживали за своими полисадниками, все поливали. В клубе у нас был директор клуба, так он нас по очереди пускал кино смотреть бесплатно за то, что мы поливали, каждый вечер носили лейками, цветы поливали. Какая мама, такая дочка, один к одному. Мама это был боец, который от Яхрама дошел до Берлина. И она вот в светлой памяти с 87 лет всегда вспоминала об этом, рассказывала, и все ценили в этой семье именно вот эти военные кадры. Обе мамы военные, но вот Альцент Семеновна, действительно, мама дошла действительно до Берлина, имеет ордена, медали. В воспитании юной Светланы немалую роль сыграл и отчим, Парфен Трофимович. Перед тем, как выйти из дома, он будил меня и говорил, Светлана, вставай, работать надо. И вот эта его фраза, которую я ненавидела тогда, сейчас я с благодарностью вспоминаю, конечно, я его за это не любила. Он меня заставлял полоть клубнику, собирать смородину, малину, полоть грядки, ну что-то еще там. Мама у меня была очень занятым человеком, больше даже отчим находился со мной. Ух, как я его не любила за это. А потом прошло время, и когда я его хоронила, я ему так благодарна, что именно он меня к труду приучил, который меня не страшит. Что значит проверить, как постирали, как помыли, как убрались? Когда человек сам этого не делает, то он и не посмотрит туда, куда нужно. В Деденевской средней школе Светлана была активисткой. Вот заводила, вокруг нее, как бы сказать, сгруппировалась, а еще раз говорю, группа каких-то единомышленников, да, вот, которые хотели получить образование. Художественная самодеятельность, во-первых, была очень поднята на уровень. Светлана Николаевна, выпускница этой школы, здесь она проучилась, все, провела все свои школьные годы, закончила эту школу. И, конечно, без Светланы Николаевны Тягачевой этой школы, вот такой, как она есть сейчас, просто не было. Что меня формировало? Это та атмосфера в школе, когда была пионерская организация, комсомольская организация, когда был порядок, некий порядок, по которому мы сейчас уже скучаем. Именно в школьных стенах Светлана познакомилась с Леонидом. И очень скоро семья Абрамовых породнилась с семьей Тягачевых. Вот идут они со школы вместе. Они, школа была, его дом первый, а Света жила на Комсомольской там. Вот проходят, а другой раз в окно увидит Тоня и говорит, Васька, своему мужу, ведь эта вот девочка-то, Лёлька, за ней ухаживает. Он говорит, ну, наверное, снаха наша будет. Она говорит, ну, не знаю. Состояла свадьба, и на утро после свадьбы я улетел в Прельбрусе, в поселок Терскол, на чемпионат Советского Союза и на Спартакеаду. То есть это была такая жизнь, и удалось, вот сейчас, где школа-интернат, это был пионерский лагерь. И по тем временам это была очень богатая свадьба, было более ста человек. Были мои спортсмены, коллеги, были все родственники, тогда были живы дедушки. И весь большой род Тягачевых, Абрамовых, и плюс все друзья. Свадьба была очень веселая, очень веселая. Мы выходили на улицу, мы уже не обращали внимания на мороз. Нам было так, народа было очень много. Союз любящих людей и союз добровольный. И прежде чем подтвердить ваш брак, я обязана спросить вас, являлось ли 45 лет назад ваше желание вступить в брак? Искренне, свободно и хорошо обдуманным. Прошу ответить вас, Светлана. Вас, Леонид. Учитывая ваши обоюзные согласия, которые вы выразили в присутствии свидетелей, родителей, близких и друзей, ваш брак подтверждается. И я прошу вас подойти к столу и подписями скрепите ваш семейный союз. Светлана Николаевна всегда была рядом с мужем. Мы говорим о том, что выдающиеся достижения Леонида Васильевича, его должности перечислять не будем. Но вы знаете, сегодня юбилей неспроста. 45 лет прожить вместе, значит, они нашли друг друга, эти две половинки соединились, и они настолько пригодились друг другу, потому что, я думаю, что Светлана Николаевна – это муза Леонида Васильевича. Без по-другому он бы, наверное, не смог вырасти. И каждая женщина, наверное, должна гордиться тем, что если могла дать мужу такую возможность развиваться. Но самое главное – развиваться самой и не отставать, и даже, наоборот, украшать его жизнь, помогать ему. Она мне очень нравится, Светлана, она прекрасная. Она прекрасная жена, прекрасная бабушка. Ну, вообще, я ее очень люблю. Светлана у нас прекрасная. Обычно, ну, как в семье бывает, да, бывает там, жена сильная, энергичная, муж где-то в тени. А вот здесь семья, в которой муж сильный и жена сильная. Это очень большая редкость. И когда разговариваешь с ними и понимаешь, что разговариваешь, в принципе, вот на одном уровне с обоими, независимо от того, кто какой статус понимает и получает. В конце 60-х на свет появляется Алена, ставшая впоследствии доктором. Алена, кстати говоря, наверное, она старшая дочь, и она, как никто другой, именно взяла ту ответственность, которую, в общем-то, задала мама, опять же, в семье. Ответственность за все, за всех и за вся. Это прежде всего думать, заботиться о ближнем, помогать, протягивать руку. Через несколько лет в семье Тягачевых опять пополнение. Дочь Александра. Первый день весеннего тепла, серебрился бархатом на вербах, а любовь тогда уже цвела. Она творчески себя всегда искала, находила и через Алену, Алю своих наших дочерей, которых она также учила, и практически у Алены и у Али первое музыкальное у всех образование. Восемь из двенадцати месяцев в году Леонид Васильевич на сборах, соревнованиях, тренировках горнолыжников. Молодая мама и две бабушки успешно воспитывают дочек, уделяя им практически все время, прививая юному поколению любовь к труду, знаниям музыки. В общем, мои дети воспитались, хотя они не спортсмены. Елена старшая – очень хороший врач, это не моя оценка. Александра Тягачева – очень хороший человек, который прошел путь как музыкальный работник и Академии финансов, и ее общее отношение к жизни, к работе. Я очень доволен детьми и считаю, они как, еще не как дети, а как друзья, как друзья, мамины подруги. Это очень тоже приятно. И Светланина заслуга, что она делала во всем, я бы сказал, из меня кумира. И детей воспитывала именно на тех традициях, когда папа приедет, если не будет отлично, то он будет серьезно разговаривать. В большой семье Тягачевых достут три внучки – Ксения, Анна, Екатерина. Внучата, сами увидите, это артисты, просто артисты. Учатся и работают, можно сказать, они выступают в консерватории. Это не дети, а мечта. Доверительное, дружеское и искреннее общение всех членов семьи Тягачевых невозможно выдумать. Все по-честному и по-настоящему. И корни такой истинности, преданности друг другу в прочном семейном союзе двух любящих сердец – Леонида и Светланы. Они не стоят на месте, не развиваются, взаиморазвиваются. Наверное, это самое основное. То есть они не погрязли в болоте бытовых нужд. А вот они все время развиваются, поэтому мы их практически и не видим. Здесь вот только на праздники соберем, увидим и дальше до следующего пятилетия. Так вот отсчитываем. Совершенно для нас неизведомая эта дорога, дорога брака, счастье столь долговая. Поэтому мы можем только наблюдать, радоваться, стремиться к тому, чего они достигли в жизни. Потому что ничего не бывает, конечно, все только безоблачно. Бывают разные моменты в жизни, но они их преодолевают, потому что у них есть это основное чувство – любовь. Ну, я думаю, что они очень счастливы, что они прожили так долго вместе, и они друг друга очень любят, и им очень с другом как бы хочется быть рядом. И я желаю им, чтобы они были замечательные, они есть замечательная пара, и никаких ссор не было больше никогда в жизни. Только одно счастье. У них вот для меня вот самая лучшая пара на земле, усиледной. Я им хочу пожелать, чтобы они всегда были счастливы, такими же красивыми, молодыми. Светлана успевает и знает, что ее видение по отношению к внучкам, это, как она говорит, это одно из самых главных моих достижений, что они любят музыку, они любят людей, они любят танец, они любят цветы, они любят все, что связано и с современной культурой, и с современной живописью, и с тем, что сейчас является увлечением, как все, что связано с компьютерными делами, с интернетом, это все в них, как говорится, собрано воедино. Когда говорят там, ой, это уже они старики, это для всех старики. А на самом деле друг для друга мы остались с теми же мальчишкой и девчонкой, влюбленные друг в друга, которые уже оценили свою жизнь не как просто целоваться и жить для удовольствия, нет. Это уже наша работа, которую мы уже оцениваем. Ведь в семье жить – это сложно, ведь это же надо все время приспосабливаться друг к другу, прощать друг друга, терпение проявлять. Я не знаю почему, но я воспитана на просфирках. Меня бабушка приучала и воспитывала в духе богобоязненности. Я не могла сказать, чего я боюсь. Но я как-то боялась какого-то невидимого глаза, который все время за мной наблюдает. Может быть, это меня и формировало. Я не хочу сказать, что я святая, что там у меня не было своих ошибок или каких-то отступлений от правильного поведения. Практически полностью разрушенный и продолжающий исчезать Спасов-Лахернский женский монастырь был буквально возрожден невероятной волей Светланы Тягачевой и ее соратников. Исторический облик храмового комплекса ныне радует души всех жителей Деденева и его гостей. Первое, что, конечно, бросается в глаза – это великое духовное мужество Светланы Николаевны. Потому что принять участие и возглавить те работы восстановительные в Спасов-Лахернском монастыре может только человек очень крепкой веры и духовного мужества. Потому что мы можем смотреть это по хронике уже, в каком состоянии был монастырь, в каком ничижении, какую большую печать на себе нес людского и гнева, и утери веры, потери благочестия. И вот найти в себе силы с Божьей помощью, сделать первые шаги и в дальнейшем принять на себя труд в восстановительном монастыре, конечно же, этот человек может только иметь крепкую веру и духовную силу. И, конечно же, по мере нашего совместного служения, по мере наших совместных мероприятий, посвященных на укрепление веры, православия, могу сказать, что это человек незаурядной способности и таланта. При ее инициативе, при поддержке Витвы Васильевича, на берегу канала в Деденево стоит часовня. Ее открыли буквально два года назад. Это было в честь 70-летия со дня открытия канала в Немосквы. И вот эта идея, чтобы в честь новомучеников российских, исповедников российских, сделать этот вот часовня. Это красивое сооружение, оно смотрится красиво с берега канала, с воды, с поселка. Все теплоходы, которые идут по каналу, в общем-то, они обращают на это внимание. Даже пассажирский флот, который с иностранными туристами, дают определенные сигналы гудком. За большой личный вклад в подвижническую деятельность, по возрождению российской духовности, нравственности и активную гражданскую позицию Светлана Николаевна награждена Орденом Юфросини Московской, Орденом Равноапостольной Княгини Ольги Второй степени, медалью Серафима Саровского. Ее усилиями возрождены многие церковные традиционные праздники, в том числе и День Семьи, Любви и Верности, День Петра и Февронии. Недавно участвовал в съезде, который был в патриархии, в храме Христа Спасителя, женщины России собирались. Вот объединить всех женщин и стран СНГ, чтобы это направление было на спасение России, чтобы семьи не распадались, чтобы семьи были крепкими, чтобы дети жили спокойно. Недаром она является сопредседателем формы православных женщин, потому что она очень много делает дело милосердия, и она может рассказать, объяснить, как это сделать лучше, какому там чем помочь, какому монастырю, какому детскому дому. У нас женщина года бывает, да, она придет, вроде бы как гость, придет, встанет, значит, в стороночке тихонечко, потому что там у нас на государственном языке, а вокруг все члены моей организации к ней подходят, вокруг нее вьются, ее любят. Более 10 лет назад Светлана Тягачева решилась доверить свои мысли листу бумаги, и потекли строки откровений. А почему я книги, заметки писала? Ну, потому что действительно со мной происходили чудеса. Мне хотелось это оставить для своих потомков, рассказать им, что чудеса не творятся вокруг нас, только мы порой их не видим и неблагодарны за чудеса. Мы говорим, что это, ой, это совпадение, это что-то еще другое. Нет, нет, а я всегда считаю, что Господь и ангел-хранитель около каждого человека. И очень благодарна за все те переживания, страдания, слезы, которые мне посланы уже были за мою жизнь. Я очень благодарна, потому что без этого человек не может формироваться, не может делать выводы, не может анализировать, не может сравнивать. Только когда много пережито, много слез выплакано. Светлана написала три книги, и они не для того, чтобы вся страна знала. Вот ее подход к жизни, ее оценка, ее предвидение, ее чувство, как должно быть, кто прав, кто был неправ, зачем это делается, почему делается. Для какого, как говорится, человека это важно, для которого это сверхважно, но чтобы сказать неважно, таких моментов не бывает. Знаете, что мне в первую очередь удалось за это время сделать? Создать атмосферу. Ее нельзя потрогать, ее нельзя увидеть, ее нельзя купить ни за какие деньги. Ее надо как, знаете, вот как мне картину сейчас подарили, да, вот ее вышивать нужно. И когда вот стежок за стежком, и тогда что-то получается. И вот эта атмосфера, она соткана. Соткана моей любовью, моим отношениям. Людьми, которые вокруг меня, некоторые вживаются в это кружево, а некоторые хотят вжиться, но у них, ну просто вот по природе они не вживаются. Успешная работа Светланы Тягачевой на посту главы администрации городского поселения Деденева в течение 10 лет была высоко оценена руководством Московской области и Дмитровского района, коллегами, а самое главное, простыми деденевцами, которые стали свидетелями настоящего чуда, возрождения их родного поселка, улучшения всех сфер жизни. Светлана Николаевна, она не просто полна сил, а она знает те проблемы, те конкретно задачи, и у ней, являясь лигером женского движения России, есть над чем трудиться, есть понимание, есть понимание, как сдвинуть эти задачи с места. Четыре года Светлана Николаевна душу и сердце вкладывала в развитие Деденева, трудясь на посту председателя Совета депутатов. Но власть законодательная, она не власть исполнительная, и порой случалось так, что жизненно необходимые решения не воплощались в жизнь, спускались на тормозах не очень-то расторопной администрации городского поселения. И в итоге, очень многое из того, что Тягачевой удалось невероятными усилиями сделать за годы руководства поселком, вернулось к началу, к разрухе. Возникли огромные проблемы с ЖКХ, выносом мусора, ремонтом домов, финансовыми и жилищными проблемами. И вот, уже почти готовая уйти на заслуженный отдых Тягачева, решила, что так дальше жить нельзя, что все ее усилия, направленные на создание хороших жизненных условий для земляков, могут оказаться тщетными. И тогда она, при поддержке Совета депутатов и своей инициативной группы, приняла однозначное решение – вновь идти во власть. И баллотироваться на пост главы городского поселения Дедедева. Потому что, перефразируя известный афоризм, если не я, то вообще некому. Светлана Николаевна, то, что двигатель – это вообще сердце нашего поселка, без нее никаких бы действий не предпринялись. Потому что, еще подчеркну, у нее есть возможность общаться с людьми более высокого уровня. И благодаря своей вот этой возможности, благодаря тому, что она всегда болеет за поселок, потому что она коренной житель этого поселка, она как бы помогает людям выйти из этой ситуации. Я работал, когда она была главой и работаю с частницей. Конечно, считаю, что Светлане Николаевне нужно быть главой, чтобы вот этих вот проплешин у нас не было в администрации и поселке, чтобы люди все ее вооружили и чувствовали, что здесь есть власть, и что все у нас хорошо. У Светланы Николаевны есть очень много энергии, присутствует вот эта харизма. Она заряжает своей энергией окружающий народ, который рядом с ней находится. И поэтому за ней хочется идти, хочется идти рядом с ней, работать на конечный результат и добиваться поставленных целей. Все, в принципе, спрашивают, когда Светлана Николаевна у нас уже будет главой, когда она уже зайдет. И все ждут этого. Ждут, потому что многие вопросы без нее как бы не решаются. Вот реально не решаются многие вопросы. Хочется, чтобы она уже пришла, потому что, ну, я говорю, есть чем сравнить. Есть. Когда она была и когда сейчас, вот глава, которая сейчас. Большая разница. Она очень хорошо знает жизнь местных органов самоуправления. Она знает жизнь нашей глубинки. Она очень много делает в просветительских программах среди детей и молодежи. Она сегодня, знаете, зажигалка всех тематических мероприятий. И в этом я вижу ее политический диалог с населением разного возраста. Потому как она через вот эти мероприятия встречается с большим количеством людей. И по тематике этого мероприятия идет у нас нравственное воспитание поколения нашего, жителей нашего поселка. Она всегда примет участие, поможет в какой-то беде, проблеме. Она даст совет. И не то, что даст совет, а и своими поступками, действиями помогает разрешить эту какую-то ситуацию. Светлана Николаевна за что не берется, у нее все получается. Вот все получается. Я уверена в том, что лучшего руководителя для Деденева, да и вообще не только для Деденева, а вообще для многих бы на теленных пунктов или для многих, наверное, организаций российского масштаба, нельзя было бы лучшего пожелать руководителя. Мое счастье безмерно. Вы сегодня это видели. Вы только сегодня увидели, ну, какую-то тысячную долю секунду, может быть, моей радости, но когда я прихожу на последний звонок, на первый звонок, на всякие праздники, где я вижу детей. А дети – это лакмусовая бумажка, которая вот отражает в том числе и мою работу. Она во всем. Она в ЖКХ, она в строительстве, она в благоустройстве, она в поликлинике, она в школе, она везде. Это моя работа, когда люди меняют свое качество жизни. Вот, наверное, все мы к этому стремимся. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ